Нижегородская ярмарка Информационные технологии помогают нам улучшить жизнь людей На самом деле Фонд социального страхования традиционно очень плотно работает с новейшими информационными технологиями И в связи с этим в 2011 году именно на Нижегородской земле был реализован впервые в России пилотный проект Связан с прямыми выплатами пособий по социальному страхованию Когда больничные лески, пособи по беременности и родам начали платить не через кассы предприятий А непосредственно считаться страхованных лиц Это совершенно колоссальный прорыв в сфере социального страхования И следующий шаг, которым сейчас, в настоящий момент времени, также впервые в России начинает заниматься Нижегородская область В составе нескольких регионов Это переход на безбумажную технологию лесков нетрудоспособности Это типичный айтишный проект Связан с тем, чтобы нам совсем уйти от необходимости оформления вот этих вот голубых бумажек, которые мы получаем в поликлиниках Для того, чтобы предъявить дальше в бухгалтерию предприятия, для того, чтобы получить пособие Либо в фонд социального страхования, чтобы фонд перечислил деньги, связанные с оплатой больничного леска Идея следующая закладывается Лечебное учреждение, когда человек обращается за лечением Если считает, что человек нетрудоспособный, он оформляет реестр Очень похожий на те реестры, которые лечебное учреждение оформляет в фонд обязательного медицинского страхования Где сообщает, что Иванов Иван Иванович с такого-то по такой-то был болен и не мог ходить на работу Дальше, следующим образом, нам уже не нужен бумажный листок Тогда, если человек приносит на работу справку о том, что он был нетрудоспособен Предприятие нам оформляет необходимые документы для того, чтобы, в электронном виде Необходимые для того, чтобы мы рассчитали и выплатили ему пособие Из оборота уходит листок нетрудоспособности Это вопрос даже не символичный, это вопрос принципиальный Дело в том, что, когда мы перешли на прямые выплаты Мы почувствовали, что в России имеет хождение огромное количество фальшивых листков нетрудоспособности Действительно, мы знаем, что купить листок нетрудоспособности через интернет не составляет вообще никаких проблем И когда мы начали вводить прямые выплаты, мы знаем теперь, как с этой напастью бороться И надо сказать, что борьба идет достаточно успешно Но для того, чтобы решить проблему досконально, кардинально, нужно уйти просто от этой бумажки, которую можно продавать Но самое главное не в этом Дело в том, что при электронном листке нетрудоспособности мы избавим от человека Человеку от необходимости оформлять, переносить или передвигать эту информацию Больше того, мы можем прийти к тому, что мы можем начислять это пособие автоматически Используя те данные, которые у нас есть в пенсионном фонде Используя систему межведомственно-электронного взаимодействия И таким образом намного легче упростить технологию получения этого пособия Мы рассчитываем, что через некоторое время человеку достаточно будет направить заявление к нам на выплату пособия через интернет Более того, мы даем при реализации этого проекта Мы создаем совершенно колоссальные новейшие условия и возможности, которых раньше не было у человека Самое главное, мы даем возможность через личный кабинет гражданина Дать возможность посмотреть, исходя из чего ему начислили пособие Проверить, правильно ли это пособие было рассчитано Контролировать своевременность перечисления пособия Потому что, когда вводили пилотный проект, мы почувствовали, что он нужен Когда выяснилось, что целый ряд предприятий, у которых есть финансовые проблемы Прекращает платить в первую очередь пособие, например, беременным женщинам Получается, с одной стороны, эти люди достаточно ущемлены своих возможностей на эту работу С другой стороны, работодатель не ради его, не выполняет свои обязанности Здесь же мы даем возможность от начала до конца проследить и проконтролировать процесс перечисления пособий Как начислили, когда перечислили, в каком объеме, исходя из чего это пособие начислили То есть это кардинально другой уровень работы именно с физическими лицами А готовы ли работодатели к этому? Нужно ли будет вводить какое-то специальное ПО? Вот сейчас, в настоящий момент времени, при переходе к прямым выплатам Мы практически шаг, касающийся наших предприятий, мы практически сделали Кстати, на прямые выплаты, по примеру, России В следующие три года будут переходить все остальные российские регионы Поэтому мы как бы идем немножко впереди, на полшага по отношению ко всей России Я думаю, что и в проекте с электронной дискомнатной способностью Вот эта вот динамика сохранится То есть, на самом деле, дополнительного программного обеспечения Какого-то особенного не нужно И более того, современная компьютерная фирма Которая занимается разработкой электронных программ для бухгалтерии и так далее Они уже предусматривают в своих комплексах Возможность сформирования соответствующих электронных реестров Которые направляются в фонд социального страхования Для проведения выплат этих пособий А как скоро ждать внедрения вот этого нового? Ну, на самом деле, проект достаточно сложен И мы так полагаем, что в этом году будет опробована модель И выбрана технология, которая будет потом тиражироваться по всей России Мы можем здесь сравнить только с тем опытом, который существует в мире Если брать, например, Польшу или Латвию, которые внедряли электронный листок нетроцпособности То сама процедура внедрения занимает около пяти лет И проблема заключается в том, что ведь человек может получить листок нетроцпособности, например, в Бурятии А приехать и предъявить его в Нижегородскую область Поэтому переводить сразу же на чисто электронную технологию Можно будет только всю Россию Поэтому существует переходный период, который на каком-то этапе параллельно с бумажным листком Создает еще и обмен электронными носителями И лишь после того, как практически каждое лечебное учреждение будет готово к работе с электронными носителями Только тогда можно отменить бумажный листок Я так понимаю, что в прошлом году был введен Центр обработки данных Он уже вступил в действие Да, конечно Вот что изменилось в связи с работой Центра? Центр обработки данных создал уникальную возможность То есть это, во-первых, огромный совершенно центр, который находится в Москве И обрабатывает около 30 миллионов обращений единовременно У нас самая главная проблема в том, что каждый регион был разрознен И нам очень сложно было проверить ту или иную информацию Ну, например, опять же, та же проблема, когда больничный листок выдан в Владивостоке А предъявлен в Нижегородской области И нам необходимо проверить, на самом деле этот листок существовал ли Поэтому раньше это нужно было бы делать достаточно сложный запрос в Владивосток Теперь, когда вся база находится в едином центре, это сделать будет очень элементарно И фактически, выдавая листок нетрудспособности, как это планируется в рамках электронного листка нетрудспособности Больница уже сама будет работать в этом облачной базе данных Физически, где данные расположены уже все в едином центре обработки данных Поэтому, как только человек обратится в лечебное учреждение Уже информация об этом обращении будет доступна всем региональным отделениям Которые работают непосредственно по обслуживанию этого страхованного лица Но это опять о будущем времени, а сейчас количество фальшивых бумажных В настоящий момент времени мы полностью, после введения центра обработки данных У нас просто чуть-чуть ускорилась система обращения По большому счету, поскольку мы идем впереди чуть-чуть всей России Поэтому для нас были созданы достаточно привилегированные условия В настоящий момент времени эти привилегированные условия просто распространились практически на всю Россию А можете озвучить количество пособий, выплаченных в 2013 году? Есть какая-то цель? Мы выплачиваем около 1,2 млн пособий в год То есть это достаточное количество Причем у нас есть заметное отличие, например, от пенсионного фонда Дело в том, что в пенсионном фонде практически один раз идет назначение пенсии Ну, в большинстве случаев, да? А дальше просто идет индексация У нас каждое пособие рассчитывается самостоятельно Больничный листок для каждого человека, он совершенно уникален С точки зрения расчета Поэтому все 1,2 млн пособий, они действительно рассчитаны индивидуально И привязаны именно к этому человеку А вот в связи с введением электронного больничного листа Как-то проводились исследования, насколько сократится вообще время оформления И время выплаты пособий от пункта А, от того, когда мы подаем этот листок Или забиваем данные И когда, наконец-то, непосредственно больной получает свои зарплаты, деньги Здесь ситуация такая На самом деле мы сейчас добились уже рамка пилотного проекта Что от момента получения от работы дателя информации В среднем на пятый день мы уже перечисляем пособие физическому лицу То есть если мы вспомним, что трудовой кодекс предусматривает выплату пособий Одновременно с получением заработной платы То есть это один раз в месяц мы получаем заработную плату И один раз в месяц мы получаем аванс Поэтому здесь налицо уже заметное ускорение Там мы можем избавиться от промежуточной задержки Связанной с необходимостью представления документа Из лечебного учреждения физическим лицам страхователя Вот это время, которое нами не контролируется Оно может быть просто исключено Поэтому мы вот этот пятидневный срок сократим А может быть даже его уменьшим Просто есть еще один срок, который не контролируется нами Вот его можно сократить практически до одного дня Ну а опять же, удастся ли все-таки исключить полностью нам фактор вот этой коррупции Когда покупается больничная Или может быть просто она перейдет, сменит адреса Ну вы знаете, на самом деле Тем фактом коррупции, который в принципе существует Мы конечно кардинально решим эту проблему Поскольку покупается бумажка А подделать какие-то данные в базе данных достаточно сложно Тем более ведь все эти данные, которые присылаются между лечебным учреждением Между юридическим лицом и фондом социального страхования Они все заверяются электронно-цифровой подписью Которую подделать достаточно сложно Это слишком высокий пилотаж Вот, поэтому на этом этапе мы не видим возможности Какой-то такой существенного ущерба от коррупции Конечно, могут возникнуть какие-то предприятия Которые будут делать фиктивные какие-то данные по размеру заработной платы Но здесь опять же мы проблему решаем через систему межмедельно-электронного взаимодействия Ведь когда есть персональные данные о зарплате конкретного человека В пенсионном фонде мы всегда можем проверить Какую зарплату нам предъявили для начисления пособия Поэтому здесь фактически я не вижу окошко Через которое можно было пролезть коррупции То есть симулянтов у нас не останется? Надеюсь, что нет Хорошо, спасибо Я благодарю вас, Андрей Павлович, что пришли к нам сегодня в студию Отлично напоминаю, что вы смотрели нас в режиме онлайн на сайте Реа Время Н